можно за короткий промежуток времени запомнить много информации как пригодился бы ответ не только мне но и другим людям а это очень интересный способ я его очень давно использую очень интересный способ заключается в развитии всего лишь двух элементов первое альтернативное восприятие и второе визуальная память обязательно развивайте оба элемента и вы будете удивлены и так как развивается альтернативная память напишите себе допустим какие-нибудь четыре слова или 7 слов или три слова которые вы хотите запомнить или цифры после этого глядя на эти цифры скажите себе историю или придумайте историю допустим это может выглядеть так 38 какой-нибудь номер 97 260 3027 сказал паровоз когда начал ехать на восток и когда он начал ехать на восток когда дымилась его труба он говорил 97 260 3027 и вот так и делал чух-чух-чух 097 260 3027 чух-чух-чух 097 260 3027 представьте будто на этом паровозе написаны цифры а паровоз звали 097 260 3027 и он был женского рода его звали таня повторите это утром и вечером я вам обещаю что после этого вы будете знать этот номер телефона в начале истории могут быть большими но вы поймете в дальнейшем что история может у человека у которого очень развита так альтернативная память он может в дальнейшем это пронумеровать и поставить допустим цифры какие-нибудь как я это делаю допустим открываю шкафчик с мантрой чигим какой-нибудь там другой мантры допустим мантры баладжи и смотрю номер баладжи и мантра от 1 до 10 до 11 там лежит достаем девятую и читаем он шри викатэшварая васудэвая говиндая намонамах вот я ее прочитал вот это это мантры которые мне показали которые я прочитал так бы я ее не вспомнил но я ее могу для себя выписать и в дальнейшем ее практиковать потому что скорее всего я для нее сделал маркирование и положил ее туда так можно научиться и накачать себя это моя такая память а кладовая моей памяти пронумерована потому что информации много иногда нужно что-то доставать и второе для того чтобы запомнить очень быстро необходимо сказать какую-нибудь абракадабра человек говорит мне нужно запомнить вот эти слова там допустим там из языка какого-нибудь там ветер допустим погода да и после этого человек отворачивается и произносит киричу кимики чиричики чик ветер киричу кимики чиричики чик ветер киричу кимики чиричики чик ветер ветер погода и после этого он уже сто процентов это запомнит третий элемент визуальное представление напишите предложение прочитайте его поднимите голову мысленно думайте об этом предложении как будто вы его вновь видите, вновь прочитайте, поднимите голову, мысленно представляйте, будто вы его видите. И делайте так многократно, таким образом разовьете еще и визуальную концентрацию, визуальную память. Все эти методы очень хорошо работают. Как? Ну, допустим, произношение чего-либо, как это работает? У нас наше сознание, оно устроено по принципу оперативной памяти и постоянной. Оперативная временно запоминает, оперативную мы можем заполнить в вечернее время и выучить, допустим, какой-нибудь предмет, как в институте, там за один вечер или там в техникуме, кто где учился. То есть предмет не изучали там целый год, а потом за вечер изучили все. И такой, все это проходили, особенно я, и потом хватало только сдать экзамен, потому что четко знали обо всем и ни о чем. Но стоило только выпить 100 грамм алкоголя, вся эта информация исчезала и в дальнейшем ни о чем больше мы не знали. Такая оперативная память, она объемная, туда можно много впихнуть, но ее проблема заключается в том, что необходимо запихнуть и в постоянную память. А как это сделать? Между постоянной оперативной памяти находится ресурс. Этот ресурс называется нуклеусокумбенс, то есть этот ресурс, который может быть проводником. Как сказал в свое время Зигмунд Фрейд, он сказал, что между осознанностью и сознанием у нас есть некий мост, это мост нашего подсознания. И для того, чтобы информация из нашего оперативного сознания прошла в наше сознание, она должна миновать подсознание. Но сознание уже наполнено, оно структурировано, в нем работают удивительно хорошо синаптические связи, все дендриты, аксоны имеют правильные пути, и правильные пути вперед, и правильные пути и к синапсу, и к дендриту, и к аксону. И, конечно, в это время необходима часть информации, которую необходимо туда вложить, ее нужно выбросить, она вас не касается. Но информация, которую вы часто видите, допустим, бесконечная информация в ТикТоке, вы думаете, ее забыли? Нет. Нет, бесконечная информация в кино каком-нибудь, вы думаете, забыли? Нет. Почему я говорю нет? Вводя людей в гипнотический транс, я умудрялся довести человека до возраста, там, 70-летнюю женщину до возраста 12 лет, где она с точностью говорила о сериале, который она смотрела, там, 12 марта, точностью описав, кто находится рядом с ней, и после этого в точности сказал все слова, которые она слышала и которые в этот момент происходили. Причем она говорила о мухах, о муравьях, которых она видела. У нее там болело с левой стороны, вот почесалась она там. То есть можно сказать, что там в нашем сознании есть огромное количество мусора. Но наше сознание, оно никуда не девает этот мусор. Этот мусор, он имеет оперативную, грубо, ячейку, постоянную ячейку мусора. Условно можно сказать, что мусор сплавляется, то есть его не выкраивают в синапсы. Часть этих синапсов выделена для этого мусора, и к этому мусору никто не прибегает, он просто лежит. Но его объем около, у человека, которому 50 лет, его объем приблизительно 75-80% от основной памяти. И этот мусор нужно выбрасывать. Никакие практики с веником там и так далее не помогут человеку выбросить этот мусор. Какие самые простые? Это произношение, глядя в правую сторону, нужно об этом тоже помнить. Это произношение, глядя в правую сторону, абракадабры. Очень быстро, чем больше и чем быстрее вы будете говорить какую-нибудь абракадабру, абэрмэнце, чикэрэнтэнде, зыба-жига-чума-та и так далее. То есть отворачивайтесь и как можно дольше это произносите, так чтобы слова не повторялись. Можно их читать эти слова или представлять, как я это делаю. То есть буквы попадаются, я их читаю и произношу. Но делать это необходимо долго. Если вы начнете выбрасывать и начнете потеть в этот момент, то вы увидите, как открываются ресурсы памяти. Это потрясающе и это высоко или глубоко или мощно работает. Прям глубоко или мощь. Почему в правую сторону? Там с правой стороны находятся все эти ресурсы, которые нужно выбрасывать. А с левой воспоминания. Именно поэтому мы воспоминания не трогаем. Мы трогаем то, чтобы не изменить свою личность. Мы трогаем только то, что нас беспокоит и то, что наш мозг воспринимает как совершенно ненужную информацию, склеивая ее между собой, накапливая ее в большом количестве. И она находится, если рассматривать человека, она находится в верхней теменной части и в правой боковой базальной части нашего мозга. Больше, ближе к гипофизу и правой его стороне.